Доброе утро! Большинство продуктов, большинство маск, и вообще почему я перестала так активно пользоваться масками, это потому что они реально делают эффект опухания твоего лица, да? Она сдерживает воду и происходят ненатуральные процессы, которые визуально уменьшают поры, разглаживают складочки и так далее, но по факту это вредно для вашей кожи, потому что идет самое обыкновенное затекание, или как это называется, опухание. Или, как это называется, короче, когда под вашей кожей остается много воды, как же это? Ну, короче, если вы поняли, о чем я говорю, напишите, пожалуйста, внизу. В общем, я собираюсь, у меня сейчас будет акира, сейчас я умоюсь, после того, как хотя бы переднюю часть волос отглажу. В общем, я обычно делю волосы сперва пополам, одну часть убираю в хвост, потом вот эту часть с одной стороны тоже делю пополам, то есть, грубо говоря, делю на 4 части, и после этого, вот приблизительно вот такими прядями я выпрямляю волосы. Обычно трех раз проведя, по-моему, волосам, они уже становятся супер прямыми, и мне этого достаточно. Но еще, конечно же, зависит от шампуня, вот именно этот шампунь, который я сейчас купила последний, Giovanni. Про который, кстати, многие из вас написали, что он продается на iHerb. Друзья, я на iHerb не заказываю, потому что на iHerb продаются продукты европейские слэш-американские, которые я могу заказать на Амазоне. И там нету, у меня на Амазоне нету лимитов, на Амазоне у меня нету, мне нужно ждать долго доставки, доставка происходит на следующий день, и так далее и тому подобное. Поэтому я на iHerb никогда не заказываю ничего. Это, мне кажется, чисто сайт для либо россиян, либо людей из стран СНГ. Вот. Поэтому. Вот так. Но мне еще кто-то, кстати, вчера написал, если вы живете в Америке, что эти шампуни есть в TJ Maxx. Я вчера была, кстати, в TJ Maxx, и я их там не видела. Я думаю, может быть, в каких-то локейшенах они есть. Потому что я бы хотела их купить за 10 долларов. Мне они понравились. Ну, как бы, я не тоже там сильно много переплатила. Я заплатила 35 долларов за две бутылки. Ну, вот. Увидимся в конце процедуры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! line trick hey what is it wow this is pressure here this is intense so I always start by swiping up make your angle first and then draw that line on top to the inside of your corner interesting interesting technique okay let's see on the other eye how you're gonna do it and then you go in and you fill in everything the trick to doing like the best eyeliner is to start on like your weaker side and then do your best side to adjust okay to fix so once again we're gonna go up get our nice little angle and then we slowly start to head so boom interesting there's our wing okay so tell me about all those white spots that you left okay so pretty much we're just baking your skin so we have a long shoot day today so we are trying to make this application last forever well not forever but so if you don't do that what's gonna happen if you don't do it like basically you see how these spots are real oily yeah all that oil will just keep in now you already have a nice beautiful skin texture hey hey how's it going good your hair looks longer i mean yeah they meant to grow they grow on their own you know how's it going so cekne мощное мощное бабище бабища ну что начнем работу а да и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты хочешь этот? Нет Смотри, он как сцепляет Я не хочу этот Я не хочу этот Я не хочу этот Мама Хорошо, ты можешь взять этот Молые карты приспешили Скоро много цветов? Скажи мне Орл 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 Орул Орл 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 я не хочу этого я хочу что-то я хочу что-то что-то, мама что-то нет, это опасно ты хочешь взять это? я хочу взять это я хочу взять это, мама это не милая это мама здесь мама с милая это не милая это милая этот нет я милая она это я это я seek нужна Класс на этом геле, вообще идеально Ну вот Хоть кожа ожила Смотрите А то, блин, какие-то Фрасти-красти, блин, непонятные штуки Ну пошли кушать Фрасти-крафт, да ты знаешь Фрасти-крафт А что ты знаешь? Абуланс Давай говори Абуланс 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 Добро пожаловать на книгу. 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 это полиция это руководит почему판 нет но хорошо это не стоит это не стоит это не стоит пациент и я надеюсь но я надеюсь это Aaa это у меня любимый номер 388 это не мой номер но это мой любимый номер хотите большой Бабушка? Нет. Мирон, молоко. Молоко. А по-русски? Бабушка. Бабушка? Нет. Мирон, молоко. 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 Окей, мы тебя любим. Доброе утро, бабушка. Юлия. На улице минус девять. Мы едем в сад. Да, Мирон? Мирон? Нет. Ты любишь играть со своими друзьями? Нет. Почему нет? Потому что это очень весело. Это не очень весело? Нет. Почему нет? Потому что это очень весело. Но они любят играть с тобой. Но они не любят играть с мной. Ты не любишь играть с тобой? Да. Почему нет? Молоко. Доброе утро. Проснулись. На улице минус девять. И поднимется температура до плюс пяти. Едем в садик. Мирон, конечно же, отказывается. Надеюсь, что... Доброе утро. 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 А потом на Пилатес. Посмотрите, какая красота. Мне прислали щёточку. Я хотела именно её. Если вы помните, друзья, то... Я ходила к зубному доктору, и она мне сказала заказать именно эту щетку. Ну, естественно, чтобы сэкономить хоть немножко денег, хотя она не очень дорогая на самом деле, она стоит где-то 30 долларов. Я решила им написать лично и сказать, что давайте, ребята, пришлите мне щеточку. У нее есть такой шевел-чехол, классный, смотрите, как прикольно. Вот, сюда можно упаковать вашу щетку таким образом. И возить с собой, классно. Я себе заказала розовую, а мужу беленькую, вот он же ее заряжает. К ней ты заказываешь вот такие насадки, очень классно, тоже белый чехол, то есть это вся белая, хотя мне белая тоже нравится. Но я решила, чтобы у нас не были одинаковые, лучше я закажу разные щетки. Так что я попробую и поделюсь с вами моим отзывом, но мне именно рекомендовала именно эту щетку. Мой стоматолог. А вообще я вернулась в тренировки, на улице супер холодно и классно потренировалась, у меня очень болят руки. Вот, и сегодня я встречаюсь со своей подружкой на ланч, и обязательно я сегодня должна разобрать всю свою обувь. Уже как бы конец зимы, да, уже конец января, а я до сих пор не достала свою зимнюю обувь. Я даже теперь не знаю, стоит ли мне ее доставать. Можно забить болт и как бы не париться, если у меня какие-то ботинки. Потому что я, в принципе, ношу все время одно и то же. Я вообще человек постоянства, который носит только все самое новое. Не, я возвращаюсь иногда к старым вещам, но зачастую, конечно же, люблю носить все то, что только что купила. Поэтому я вообще не вылезаю из своих белых ук, агз, и я не вылезаю из своих прада ботинок. Так что вот, кстати, этот костюм очень классный. Мне кто-то там написал внизу, что он там расходится по швам. Не знаю, у меня пока что ничего не расходилось. Все выполнено достаточно качественно, и мне очень нравится. Вот. Ну ладно, пойду. Увидимся попозже. Hello. Так и солнце отражается от моего стола. Блин, классный солнечный день на улице. Просто идеальная погода, супер классная. Я, в общем, пришла домой. У меня дома была генеральная уборка. И, кстати, меня очень интересует вопрос, почему многих из вас раздражает, когда уборщицы называют уборщицами. Я просто не совсем понимаю, почему слово уборщица является каким-то неприемлемым словом. И многие так вот прям воинственно пытаются доказать, что это слово использовать нельзя. В английском языке уборщиц мы называем cleaning lady. То есть это женщина, которая моет, которая чистит, которая убирает. То есть моющая женщина или чистящая женщина или уборничная женщина. Ну, короче, какое бы вы словосочетание этому ни придумали, факт остается фактом, что это все равно будет женщина, которая убирает в доме. Она мне не помогает. Это не помощь. Это работа, которую выполняет женщина за деньги. Поэтому я не могу понять, почему я должна назвать ее своей помощницей. Она не моя помощница. Она человек, которого я наняла на работу. Поэтому напишите мне внизу, что вы думаете на этот счет. Считаете ли вы оскорбительным называть уборщиц уборщицами и трогает ли лично вас это за душу? Потому что меня лично это не трогает за душу. Я не считаю, что это может быть обидным или как-то унижающим или еще что-то. Мне кажется, что в этом ничего постыдного или, не знаю, ничего такого нету вообще в слове уборщица. То же самое, что дворник, либо, я don't know, в общем, короче, может горничная называть. И то она не горничная. Горничная это немножко другое. В общем, напишите внизу, что вы думаете. И хотела вам показать, что произошло с моими ковриками. Я где-то полтора года назад купила белые ковры в Айки. И, естественно, я их стираю постоянно. На постоянной основе я произвожу стирку этих ковров. И посмотрите, как они просто уничтожили, уничтожили маэстральную машину. Посмотрите. Вот это все. Это задний слой ковра, который просто высыпался вот здесь. И он у меня теперь по всей машине. Сейчас я вам покажу эти ковры. Вот они эти ковры. Вот они. И вот так вот они полностью отвалились. То есть это что это? Это пластик. Это типа силикон слэш пластик. И, наверное, мне придется все это выкинуть. Потому что я не думаю, что это теперь носибельно. И, возможно... Короче, я не буду больше в Айки покупать эти ковры. Потому что, ну, вот это жесть. То есть у меня вся машинка теперь в этой штуке. И мне теперь это все нужно высасывать пылесосом. Это я уже половину вот отсюда засасала. И, ну, это жесть, конечно, конкретная. То есть у меня, получается, в стране... Здесь уже другая стирка идет. Ну, вот видите, здесь тоже эти куски. Ну, которые, естественно, я не заметила, когда перекладывала. Но здесь они сейчас максимально себя проявили. И мне нужно будет это сейчас, конечно же, выкинуть. А вообще, хотела еще вам сказать, что мой Дайсон идеально работает. И еще хотела показать вам, как мой муж починил кровать Мирончику. То здесь у нас ничего не было. И мы установили эту рейку. Да, мы просто купили. Причем это была, по-моему, это был бордюр для углов стен. И мы просто купили этот кусочек рейки. И он вот его приделал. Теперь его кроватка находится более защищенная. Потому что до этого матрас мог туда-сюда летать, двигаться. И было не очень удобно. Теперь у него есть рейка. И все будет классно. Вот так. Я пока обрабатываю видео. И да, хотела вам сказать про Дайсон, что он классно работает. Нету никаких проблем. Мы отвозили его в Дайсон сервисный центр. И они просто сняли мотор. И поставили абсолютно новый мотор. И не думаю, что это каким-то образом повлияет на работу мотора. Думаю, что все будет чики-пукио. Но я буду держать воскурсию, вы же знаете. Ну все. Ча-ча.